Вы на канале Праймлайн. Здравствуйте, дорогие зрители, рады вам представить сегодня наш новый проект, нашего, не побоюсь этого слова, произведения, это строительство волос для ERG, а вот шибаркульками. Мы редко балуем вас контентом, так как всегда хочется показать что-то новое в технологиях, новое в подходах к решениям традиционных проблем в сфере IT и телекоммуникаций, а это, конечно же, занимает много времени. Итак, сегодня поговорим о строительстве магистрали на базе микроканализации. Компания BTS в составе корпорации ERG, по сути, впервые в странах СНГ на магистральных сетях использовала технологию микроканализации. От станции Кызылжар до территории ООО «Шибаркулькамир» было проложено порядка 120 км волоконно-оптической линии вдоль железной дороги, которая принадлежит предприятию. По всей длине трассы был проложен пакет с двумя микротрубками диаметром 14 и толщиной стенки 2 мм. В одну трубку была осуществлена задувка 24-х волоконного микрокабеля, вторая трубка стала свободной под развитие. Коротко расскажу об этапах этого проекта, самым длинным из которых было согласование со всеми предприятиями, которые хоть как-то находятся на территории прокладки ВООЗ. Он у нас занял порядка 6 месяцев. Вторым этапом была непосредственно сама прокладка пакета микротрубок. Прокладывали без траншейного метода. Команда Аликулова-Жанаса достигла максимальной скорости прокладки рекордные 11,2 км в сутки с глубиной прокладки 1,2 м в соответствии с требованиями заказчика. Всю трассу проложили за 3 недели. Отдельную часть непростых работ составили проколы методом ГНБ. Выделить хотелось бы прокол в 300 м под рекой, оказавшимся достаточно сложным и даже невозможным для большинства бригад, специализирующихся на ГНБ из-за тяжелого скалистого грунта под рекой. Тем не менее, бригада Аспанова-Нахана этот участок за несколько дней победила. Всего было сделано 28 проколов от 20 до 90 м в основном под железной дорогой. Этап с задувкой прошел достаточно гладко. Мы использовали все возможные средства и наши технические знания, чтобы задувка кабеля воздухом прошла максимально быстро и беспроблемно. Строительная длина по всей трассе от одной оптической муфты до другой составила 4 км. При задувке мы использовали устройство Figaro от Плюмет, который ставили в центре участка. Сначала задували 2 км кабеля непосредственно с барабана в одну сторону. Оставшиеся 2 км с барабана сматывали Figaro, освобождали второй конец кабеля и задували данные 2 км в другую сторону. С использованием Figaro нет необходимости растягивать по всей степи кабель, который в этом случае собирает на себя всю грязь и пыль и все это тащит в трубу, как его не вытирает. Скорость задувки составляла от 50 до 100 м в минуту. При этом используя новейшую задувочную машину OptiJet с планшетом от компании Плюмет, мы записывали все силы, которые действовали на кабель во время задувки. А в каждом сохраненном протоколе имеется в том числе информация о времени задувки и его географической локации. Вся техника, включая компактный специализированный под задувку оптического кабеля компрессор Rotair, умещалась в стандартный прицеп. А сама задувка производилась всего двумя специалистами, потому что все оборудование и материалы компактные и легкие. В итоге в сутки в среднем задувалось 12-16 км. Колодцы были выбраны пластиковые и малогабаритные. Тем не менее, в каждом колодце места достаточно для размещения одной муфты, запаса трубки и шарового маркера. Во время проекта под эгидой руководства BTS и ERG и компании Евразия Телеком, генерального подрядчика проекта, мы провели демонстрацию первых метров задувки с приглашенными Телеком-операторами и IT-интеграторами. В первую очередь хотим поблагодарить руководителей BTS и ERG, Таира Жантикина и Каната Исетова, которые дали зеленый свет этому беспрецедентному проекту, лично присутствовали на этом событии и фактически являются первыми после европейских компаний, кто использует и будет использовать микроканализацию на магистральных сетях в качестве базовой технологии. В роли ключевой фигуры и главного координатора проекта от ТО «Евразия Телеком» присутствовал заместитель генерального директора Юрий Поддубин. Большой командой во главе с директором направления развития эксплуатации сетей телекоммуникации Данияром Хасеновым присутствовал Freedom Telecom. Посетили демонстрацию представители одного из крупнейших интеграторов в Казахстане ТО «Икснет» технический директор Анатолий Яхантов и руководитель отдела управления проектами Антон Царанцев. Национальный оператор ОО «Казах Телеком» был представлен в лице Андрея Алпатского, сотрудника местного узла связи. Конечно же, был куратор данного проекта ОТО «Шубаркуль-Камир» Исабай Касимов. Самой многочисленной командой была принимающая сторона ID Prime во главе с директором Анной Матвиенко и техническим директором Андреем Элит, а также представителем компании Prime C и Prime Sensor Technology. В целом, проект завершили с отличным результатом в три с половиной месяца помимо шестимесячного согласования. В этом первом полноценном проекте по микроканализации нам удалось показать и скорость развертывания сети, и экономию средств при развитии. Прокладка следующего кабеля в уже проложенную свободную трубку займет несколько дней вместо нескольких месяцев. И это, как говорится, только начало огромной предстоящей в будущем работы. Впереди у нас приготовлено еще много новых и интересных проектов, а значит много новых видео. Отдельно рекомендуем вам наш новый формат коротких роликов Shorts о технологии микро. Спасибо, что смотрите нас. Наши ролики набирают свыше тысячи просмотров, что для узкоспециализированной сферы просто шикарный результат. Все это благодаря вам. Всего вам наилучшего и будем на связи.